Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас в своем таком вот новом, да, планете. И, соответственно, сегодня хотел бы, наконец-то, осветить тему о гормонах. Я, в общем-то, на канале планировал это много уделять времени, но, к сожалению, пока времени выходит очень мало. Сегодня мы поговорим о тестостероне, да, о высоком тестостероне у женщин. Ну и вообще о роли тестостерона в женском организме. Как бы это парадоксально не звучало, да, но тестостерон в женском организме тоже необходим. Значит, давайте посмотрим, какое он отношение имеет к женскому организму. Ну, конечно же, достаточно важную роль в организме. Он участвует в формировании фоллику, да. Также он отвечает за ваше лебедо и, соответственно, половое влечение. Участвует в развитии костно-мышечной ткани. И это вот как раз, соответственно, та история, когда у нас нарушается система опорно-двигательного аппарата, да. Либо снижается мышечная масса патологически, либо вы можете вспомнить при снижении гормонального уровня, да. Бабушки и дедушки все страдают артритами разными, артрозами, другими дегенеративными изменениями опорно-двигательного аппарата. В том числе снижается, естественно, у них и тестостерон. Значит, что еще? Тестостерон является как бы сырьем у нас для формирования женских половых гормонов. То есть, соответственно, роль тестостерона в женском организме из-за этого очень-очень важна. Ну, то есть, по-другому говоря, тестостерон с эстрогенами, да, с даже пролактином. Есть некие такие корреляции, взаимозависимые показатели, особенно тестостерон и страдиол. Поэтому, соответственно, тестостерон – это прям очень-очень важно в женском организме. Есть также показания, когда обязательно назначают исследование на тестостерон. И вообще, что может быть с тревожным звонком, когда у вас повысился этот самый тестостерон, да. Это, соответственно, конечно же, когда у девочек начинается овлосение по мужскому типу, да, по типу, как у мальчиков начинают расти усы, начинает, соответственно, возможно, даже грубеть голос. Был с 98-го года до 2006-го года я культуризмом занимался, профессионально выступал. Также может сопровождаться увеличением клитора, да, и, соответственно, это все тревожные звонки, и когда нужно исследовать и искать причину повышения этого самого тестостерона, ну и вообще посмотреть, повышен ли он. Также не следует воспринимать, да, мои рекомендации как такие чистые. Вот если повышено овлосение, то, значит, увеличенный клитор должен быть, а вот если у меня чуть-чуть волос там, ну, здесь бороду сбрива, там бороду сбрива, то еще ничего как бы пойдет. Нет. То есть, если вы заметили, что у вас действительно увеличилось количество волос на теле, да, и по мужскому типу, то есть это соски, это зона живота, это, соответственно, волосы, да, вот на усы, усы сами непосредственно, ну, спина тоже, может быть, в некоторых случаях очень обильное такое на спине зарастание волосами. Мы исследуем тестостерон. Конечно, нужно обратиться к врачу, потому что, естественно, помимо тестостерона и дегидростерона исследуются, иногда прогестерон, ну, то есть, в общем, там целый комплекс анализов у вас будет, но самостоятельно, чтобы понять, что следует, если идти к врачу или нет, нужно сдать хотя бы на тестостерон, потому что, конечно, если это высокие значения, то уже нужно не идти, а просто бежать. Также есть, соответственно, еще несколько вариантов, когда нужно сдавать анализы на андрогены. Это, конечно же, секретирующие опухоли яичников, надпочечники, это различные гипофизарные изменения, естественно, если вы уже знаете, там разные кисты и прочее, тоже следует все-таки за этим понаблюдать. Естественно, это онкологические какие-либо события, да, у вас происходили, или вы знаете, что у ваших родственников, ближайших, мамы, папы, бабушки, да, были какие-то онкологические события, и у вас, допустим, есть признаки вышеперечисленные повышенного тестостерона, следует все-таки в таком случае тоже немедленно изучить этот вопрос. Синдром поликистозных яичников обязательно мы тоже исследуем, тестостерон, также, соответственно, функции, да, бывают повышенный тестостерон при, соответственно, я уже сказал про надпочечники, нарушении, да, надпочечников, и самое главное, нужно не забыть, что если вы употребляете противозачаточные, да, и потом их отменяете, очень часто наступают те или иные корреляции с точки зрения тестостерона, да, и здесь, соответственно, необходимо исследовать, все это дело исследовать. Поэтому я бы вам рекомендовал, если вы кок употребляли, да, то обязательно, обязательно, в обязательном порядке наблюдаться у врача с этими вопросами. Дорогие друзья, если вам понравилась данная тематика, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и, конечно же, я вас всех жду на своих консультациях. Да пребудет с вами здоровье!